Это моя профессия, просто я учился на педагога. Художник, я художник-педагог. Я могу работать в школе, я работал в школе и сейчас я в колледже буду работать. А это именно направление художник-педагог? Да, именно педагог, просто педагогика это вообще отдельное направление. Люди искусства... А куда мне это сложно, как педагог от педагога? Мне иногда знакомые иконописцы, когда посмотрят, что я делаю, они говорят, а зачем ты это делаешь вообще? Что это вообще такое и что ты там напридумывал? А я им объясняю, что это все создано на основе практики обучения. Что исследуется... Педагог что делает? Он исследует ошибки, которые у учеников. Он их собирает, анализирует и ищет противоядие против этих ошибок. И учит ученика решать разные проблемы и развивать ученика. Вот это педагогика. Это, собственно говоря, знание всех ошибок, отклонений и умение объяснить, как надо правильно, и доказать это практически. И чтобы ученик еще сам для себя мог попробовать и себе еще доказать, что есть методики, которые помогают развиваться и понимать, воскликнуть в понимании. Это педагогика. А искусство это немножко другое. Это поиск, это наблюдение, это опыт. Тоже там есть своя философия. Но педагогика направлена именно на проблемы ученика. Конкретно. Выяснить, научить. Да. Показать ошибки. А искусство это уже... Бывают педагоги, которые не являются мастерами. Да. Учитель. Да. Учитель хороший, научить может, а сам как бы не умеет. А ученики потом вырастают и становятся уже мастерами, профессионалами. А педагог остается педагогом. Он растет в педагогике, а не в мастерстве, потому что развивать одновременно и то и другое очень сложно. И потом человек, который почувствовал свое развитие, мастерства своего, он уже преподавать не хочет, ему не интересно. Потому что преподавать это, копаться в чужих ошибках, работать с начинающими, это нудно, утомительно, тяжело. Если человек чувствует, если он уже сформировался как мастер, много умеет, преподавать он вообще не хочет. А ошибки, они типичные все равно. То есть, ну, каждая... Все одно и то же, одна такая рутина, потом работа с людьми, разные характеры, кто-то доволен, кто-то недоволен. В общем, такой процесс... Ну, может, что угодно. Это и рутинный доклад? Да, и отчество, конечно. Это тоже... Педагогическая работа, она более полезна. Духовная работа. Духовная работа. Ну, даже хотя бы из-за того, что она ставит человека на место. Потому что человек, который мастер, пишет, импровизирует, он более высокого мнения может по себе мастер. А педагог, он как бы часто приходится решать проблемы, терпеть, это как бы приземляет немножко. А это духовно полезно, приземляться. Ну, да. Вот художница, которая меня учила рисовать, она меня научила главному в творчестве. Она учила меня рисовать только главным в художестве, любовь к людям. Ну, и нарисовать желанием образных людей. Это только артистизм тоже. Ну, артистизм не знаю, но вот она меня так научила. Эта цель, в художнике должна быть цель, чтобы... Знано, я начал с иллюстрации, потом плакат, там, потом картины. Вот она меня так... Я до этого вообще ничего про это не знал. Она меня, так сказать, перевоспитала к этому. Вот это же художество, чтобы должна быть главная цель – обрадовать человека. Вот, кому ты даришь, приготовься к другому зрению, чтобы он радовался этим человеком, как полезный поиск у него. И это меня вот сильно очень изменило, в общем, это воспитание имя. Можно создать систему изначально, исключающую ошибки, ну, грубые там такие, но сразу чему-то, допустим, так учить, что если четко следует ученик, то, ну, он... Ну, вот как раз эта система... Или это невозможно каждый человек все равно свои ошибки сделать? Нельзя. В учебе как раз важно, чтобы ученик ошибался, видел это и умел исправить. Из любой ситуации мог найти выход. Это важно. Полезно ошибаться. И полезно находить выход. Это тренировка самостоятельности. Поэтому в каждой методике закладывается некий диапазон, возможность для ошибки. Как бы в целом не развалится ничего, но все равно ученик в чем-то немножко развалит, и потом он должен это все уметь выровнять, вернуть, как бы уравновесить. То есть, вот как-то, как бы, как бы, до кинетового храма потекла краска. И у нас к концу сделан крылышко ран, ну, форму такую. И это получилась супер красиво. Это процесс живой. Нельзя создать такую систему рецептов, по которым ты всё выполнишь и спасёшься. Жизнь полна проблем, и каждый перед своими проблемами лицом к лицу. Никто за вас это не сделает. Я просто, моя задача как педагога, просто вам показать упражнение, которое как раз и проявит ваши ошибки. И показать, как со своими ошибками бороться. Вот это моя задача. А не то, чтобы за вас все ошибки решить, выполнить, дать вам какой-то рецепт, по которому у вас будет всё хорошо всегда получаться. Вы видите, когда мы рисуем вживую, всё выглядит ужасно. И это хорошо. Потому что этот процесс как раз и раскрывает реальное ваше умение. И из этого состояния нужно будет возрастать. А если вы делаете прорезь, раскрашиваете всё красивенько, иконочка красивенькая, вы не знаете, что вы из себя представляете. Вы сделали красивое изображение и думаете, что жизнь удалась. А когда вы начинаете реальное что-то создавать, строить, то вы видите, что у вас всё разваливается. Что у вас ошибка на ошибке. И вообще ничего подобного с образцом нет. Так это ваше реальное состояние. И такое же состояние у меня. Я не говорю, что я какой-то особенный. Я тоже человек, у меня тоже такое состояние. Но я в силу опыта знаю, как из этого состояния выруливать, выходить и какими-то способами обходить этот человеческий фактор. Когда мы всё видим дробно, когда мы въедаемся в мелочи, теряем целое. Когда мы простое не видим, всё у нас разваливается, рассыпается. Когда мы не умеем сравнивать, когда мы быстро устаём, когда просто лень. Когда что-то у нас получилось, мы начинаем этим наслаждаться. Это всё человеческие свойства. У нас они одинаковые. И с ними нужно постоянно работать. И вот я с ними работаю и показываю вам, как работать с этими чувствами. И объясняю, что это полезно. Именно направьте внимание на себя. На то, что вы себя действительно представляете, как иконописцы-художники. Реально. И начинайте с этого момента развивать то, что вы умеете с этой точки. А то, что вы делаете разные другие задания, это тоже очень хорошо, полезно. Это наблюдательность, изучение древних образцов. Но не нужно думать, что это ваше достижение. Если вы скопировали какую-то икону, это не значит, что вы выросли и что-то в себе преодолели. Вы просто сделали подобие, вы сделали внешнее подражание, вы исполнили. Это легче всего подражать внешне, это легче всего притворяться, легче всего. Есть такой способ, конечно, в духовной жизни тоже. Если невоспитанный человек просто подражает за воспитанным, то он должен привыкнуть к этому, хотя бы внешне. И со временем это может перейти во внутреннее его состояние. Вот через внешнее можно перевоспитаться внутри. Это тоже полезный такой способ. Но это сложнее сделать. Лучше прямо направить на главное. Посмотреть на то, что вы реально умеете. Так же и духовник ваш, священник или монах, он же вникает в суть ваших бед, проблем и состояний. И начинает с этого с вами работать, давать какие-то рекомендации, советы. А не с ваших достижений он начинает хвалить вас. А он начинает как раз... Захвати сливочки. Он начинает с изнанки. С изнанки. А оболочка у нас у всех такая, может быть, даже благополучная, можно так сказать. А вот изнанка человека, она сложная, это проблема. У каждого свои проблемы. Ну, речь идет у нас о художественной стороне. Умеете ли вы реально что-то сделать, соединить? Связать несколько форм, несколько слов, несколько линий, связать воедино? Вообще вы связываете линии или вы просто их проводите? Вот вопрос. Вот когда вы говорите, вы слова связываете в какой-то речь, наполненную идеей. Или вы просто говорите слова и не успеваете подумать, что говорите? Вот вы связываете. А нарисовать пока еще связано не нужно. Вот художественное исполнение, это та же взаимосвязь. Линии, это слова. Вот вы взаимосвязываете линии в какие-то предложения и формируете содержание, выявляете. Либо вы просто проводите линии, кисть там что-то рисует, и потом вы смотрите на результат и хвалите себя. Не ругаем себя. Или ругаете себя. Вот. Нужен вот этот вопрос. Понимаете ли, что вы делаете? Вот многие конописцы не понимают, что делают. Они просто рисуют, получается красиво. Объяснить они не могут, понять они не могут. Ну, получается хорошо. Они делают интуитивно, что-то срисовывают, что-то копируют. И все. И они думают, что ну, значит, это и есть иконописец. Значит, я и есть иконописец. Раз у меня иконы получаются, значит, я иконописец. Вот так. А на самом деле все не так. Вот, например, я педагог, я могу написать любую икону, но я не иконописец. Понимаете, я в том смысле, что я, как древний иконописец, создать это реально я не смогу. Но это то же самое, что церковно-славянский язык. Мы его можем выучить, но разговаривать мы на нем не можем. Я читаю псалмы, я все понимаю, я знаю славянский язык, я знаю перевод, толкование. Но когда, вот сейчас, если бы с вами поговорить над церковно-славянском, я не могу. Я не знаю. Я даже делал какой-то перевод русской фразы, там мне надо было на свитке написать. И там, святая жила на скале. И вот как скала будет по-славянски? Скала. Словарик надо смотреть. Да. Да еще падешь про нас на скале. Неожиданно. Она называется стремнина. Стремнина. Вот не придумаешь, не догадаешься. Думаешь, что это вода? Стремнина. Обычно, да. Некоторые слова, которые мы даже не знаем, и они в оригинальном сочетании. Мы не сможем разговаривать над церковно-славянском. Поэтому я знаю этот язык, но я на нем не говорю. Поэтому можно сказать, что я... А на нем не надо же разговаривать. Раньше на нем разговаривали, над славянском. Вроде бы нет. Он только для служения предназначен. Нет, славянский же был. Но и церковь на славянском. Но и церковь. Хорошо, но был же славянский. Славянский был, да. хорошо на славянском вы можете разговаривать я не могу но вы перевести сможете текст мы видим как создана икона понимаем можем повторить ее но разговаривать на этом художественном языке я не умею и поэтому в этом смысле я не иконописец я просто может быть исполнитель или просто копировать вот в этом смысле чтобы разговаривать на этом языке их нету они еще не родились ну по законам церкви так сказать если было словение на иконописец дано значит есть я благословляю сейчас поговорить на испанском